Сегодня на столе комикс Академия Мстителей, том 1, от автора Кристоса Гейджа и художников Майка Маккоя, Хорхе Малина, Тома Рейни и других. Твердый переплет, матовая обложка и 400 страниц, на которых разместились 12 выпусков Академии Мстителей, Добро пожаловать в Эру Героев номер 1, Громоверцы номер 147 и Академия Мстителей, увеличенный выпуск номер 1, а также бонусы в виде альтернативных обложек, эскизов героев и их досье. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Камильфо. Темное правление закончилось, пришла эра героев, но последствия тирании Осборна и его ужасных экспериментов еще напоминают о себе. Один из таких экспериментов Осборн проводил над группой одаренных подростков. Он хотел превратить их в преданных соратников и в настоящие машины убийств. Теперь бывшие подопытные проходят первовоспитание в Академии Мстителей. Кто-то стал уродливым, кто-то опасным для окружающих, а кто-то и вовсе медленно умирает. И теперь им нужно справиться со своими проблемами и стать настоящими героями. Одной из первых участниц Академии была Жанна Фуко по прозвищу Точность. Она невероятно быстро осваивает все новое. Языки, науки, стили боя. В общем, она один из тех персонажей, за кем вы будете следить не отрываясь, в попытках понять, что она выкинет в очередной раз. Дженнифер Токеда, она же Хазмат. Эта девушка постоянно излучает радиацию и умеет выделять из тела весьма токсичные вещества. Ее парень даже впал в кому после их первого поцелуя. А вот парня, напоминающего красного черепа на стероидах, зовут Кен Мэг. Его прозвище Пыль. Если колосс умеет превращать тело в органическую сталь, то тело пыли навсегда застряло в форме органического иридия. В этой форме Кен сверхчеловеческий силен и вынослив. Пули непробиваем и похоже невосприимчив к радиации. Умберто Лопес, он же Рептилия. Будучи на раскопках с родительными палеонтологами, Умберто нашел и присвоил амулет с окаменелостью. И оказалось, что этот амулет позволяет частично превращаться в динозавра. Частично, то есть либо руки, это крылья, либо когтистые лапы, либо зубастая морда. Брэндон Шарп. Мутант со скучными способностями. Короче, молнией шарахать он может. Ничего оригинального. Зовет себя страйкером. Но вот более интересна его история. Будучи сыном женщины, стремящейся к славе, Брэндон уже в детстве стал актером. И ему достался менеджер-педофил. Сила Брэндона впервые появилась, когда этот менеджер попытался перейти отставшего уже привычным легкого петтинга к следующей стадии. Брэндон, естественно, шарахнул его молнией. Аж взорвалась машина, в которой они ехали. А когда Брэндон подрос, то объявил, что он гей. Мэдди Берри, она же Вуаль, может превращаться в разные газы. Когда-нибудь молекулы ее тела окончательно потеряют связь и девушка растает в воздухе. И вот вся эта молодежь должна научиться управлять своими силами, эмоциями, гормонами и решать все сопутствующие подростковые проблемы под руководством опытных учителей. А учить ребят будут Хэнк Пим, Тигра, Ртуть и Спитбол. Это тот самый, из-за которого погибли 600 человек и началась гражданская война. Как видите, преподавательский состав специфический. Отсюда получается комикс, в котором учителя и ученики пытаются сплотиться в команду и попутно не угробить друг друга, от чего активно плетутся интриги, заключаются альянсы и происходит много чего интересного. В этом первом томе мы видим, как члены команды притираются друг другу, учатся жить новой жизнью, так сказать. Сценарист серии Кристос Гейдж не дает читателю скучать, показывая себя как раз тем автором, который умеет писать комиксы про подростков со всеми необходимыми атрибутами. Его герои отлично шарят в поп-культуре, имеют кумиров среди популярных исполнителей и актеров. На молодежной субкультуре тут вообще замешан весь юмор, которого здесь хватает. Это, разумеется, не первый комикс, посвященный суперподросткам и их проблемам, и Людей Икс вы точно успеете не один раз вспомнить. И молодых Мстителей, кстати, на которых Академия в целом-то и похожа. В общем, если вам близки перечисленные мною комиксы, то эта серия вам точно зайдет. А приобрести этот комикс вы можете в магазине 28, ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео вконтакте, где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер Комикс Сойд